Всем привет! Меня зовут Милена, я рада, что вы перешли на мой канал. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, на ЕГЭ вам предстоит сдавать историю, или вы просто интересуетесь этим предметом, но на самом деле не думаю, так как в основном это видео создано для тех, кто планирует её сдавать на ЕГЭ. Меня зовут Милена, как я уже сказала. В этом году мне предстоит сдавать экзамен по истории, и я хочу поделиться с вами своим опытом и рассказать, что я буду делать в оставшиеся два месяца, чтобы сдать ЕГЭ на высокие баллы. Сначала я вам хочу поведать свою историю, как я начала учить этот предмет, в принципе, почему я решила сдавать именно её. Про другие предметы, которые я сдаю на экзаменах, я отдельно рассказывать не буду, так как в этом смысла я не вижу. Вообще с познанию готовлюсь всего год и практически ничего не делаю, только изучаю его на курсе, всё. Про английский там история вообще очень долгая, сложная, и многие меня спрашивают о том, как я его выучила, в принципе, что я делаю для прокачки языка, и думаю, что если я сдам ЕГЭ хорошо, то я запишу про изучение английского отдельное видео, но это будет, скорее всего, уже летом. Сейчас история — это тот предмет, на который я делаю упор, которому я готовлюсь сильно. Я надеюсь, что именно за счёт истории у меня получится вытащить сумму баллов за ЕГЭ. Но это не точно. Начала готовиться к истории я в 10 классе. Изначально я планировала сдавать литературу и уже записалась к репетитору, но в ночь перед занятием я передумала, написала своему репетитору, что я заболела, и так и не явилась. Из-за чего это произошло? Я посмотрела направление, на которое можно поступить с литературой английским, поняла, что нет, мне это не нравится, и почему-то тогда я уже решила, что буду поступать на политологию. Для политологии в любой вуз нужна история. И тогда я поняла, что вынуждена буду сдавать этот предмет. Я в октябре 2021 года записалась в мастер-группу с МитАП. Мне посоветовал эту школу знакомый, кстати, он уже учится в университете, сдал ЕГЭ на 93. Я, не сильно долго думая, купила там курсы и начала заниматься. Знания по истории у меня были нулевые, я не знала, когда крестили Русь, я не знала, что такое гражданская война, почему она была, я вообще не понимала, когда был Пётр Первый, что значит он прорубил окно в Европу, и всё в этом духе. Вот, правда, я не знала ничего. И за год, за весь 10 класс я прозанималась, и я выучила историю, реально. И, наверное, тогда бы, если я пошла на экзамен, я бы уже сдала её на 80 минимум, на 70, на 80, мне кажется, потому что я делала всё добросовестно. И за период изучения истории в 10 классе я её реально полюбила. История стала моим любимым предметом, и я увлекалась её изучением, мне это очень сильно нравилось. и в 10 классе после завершения курса в сметапе я думала, что мне делать дальше. У меня есть информация полностью по курсу истории, я могу вообще, в принципе, сама заниматься прошлогодним скриптам, и всё. Но у меня возникал вопрос, что мне делать со вторыми частями, как их решать, кто их будет проверять. И тогда я поговорила со своей наставницей, и решила, что пойду в сметап на второй год. И вот в сентябре 2022 года, уже в 11 классе, я вновь записалась в мастер-группу в сметапе, и начала там заниматься. Я практически ничего не делала дополнительно, весь, ну, больше половины 11 класса. То есть я проходила материал в мастер-группе по истории, делала вторые части, тесты, и всё, всегда вовремя не пропускала задания. Но я не делала ничего дополнительного. И ещё хочу сказать, что я никогда не учила скрипты, только в начале 10 класса, когда только записалась. Мне это даётся тяжело, я не могу себя заставить сесть, открыть книгу и начать учить. Это просто не для меня. Мне гораздо проще запоминать, когда я вижу это второй раз, когда я это решу в тесте, я смотрю, запоминаю. И в 11 классе при решении тестов и вторых частей я практически не заколядываю скрипты, хотя в 10-м я это делала на постоянке. Но вот этот курс повторения, курс прохождения того, что я уже знаю, мне очень помог. И я не жалею, что записалась именно в сметап на второй год. Но в январе где-то я уже поняла, что нет, так не прокатит. И моя наставница говорила, что нужно решать больше в любом случае. Нужно заниматься дополнительно, чтобы быть уверенной. Я купила сборники, сборники Пазина. Это был тематический тренинг и по культуре. Сейчас я вам покажу. Такие два сборника. Я их сейчас уже практически прорешала, но к этому вернёмся позже. И подумала, что надо, надо будет заняться и их провешивать потихоньку. Но я очень медленно двигалась, я практически там ничего не решала. Ну, по февраль, наверное. Не знаю, ну, мне было трудно себя заставить, но я пыталась что-то делать. Помимо этого я решала Артасова. Я начала его решать где-то, опять же-таки, с января. Я не покупала себе сборник. Я взяла просто с интернета, с телеграм-канала и начала его прорешивать. Но активно я всё это дело начала прорешивать только в марте. Я сейчас на 14-м варианте из 30-ти. И я надеюсь, что до середины мая весь сборник будет прорешен. В общем, сейчас в сметапе мы дошли до Брежнева. Это практически вся история России. Также мы там изучили Всемирку. И я вам хочу рассказать, что я буду делать в оставшиеся два месяца. И как я хочу спланировать свою подготовку, чтобы сделать её максимально эффективной. Ещё хочу сказать, что в сметапе есть лекции. Каждое воскресенье мы пересматриваем лекции от других преподавателей, конспектируем их, чтобы запомнить информацию, которую мы прошли за неделю. Когда я взялась активно за подготовку к истории, я пришла к апрелю с практически прорешенными сборниками пазина. Но мне, если честно, лень делать задания с текстами крупными. Поэтому я их не делала. Вот этот, на самом деле, у меня не прям полностью прорешен. Его ещё надо дорешать. По культуре у меня реально очень много прорешено. И не скажу, что он мне помог. Если честно, то не прям советую. Ну, я бы ему поставила, ну, пять из десяти. Ну, в общем, я думала, что это будет что-то получше, но нет. Вот это крутая штука. Её советую прорешать. Здесь задание посложнее, чем в Артасове. Но вот это я реально советую. И к апрелю пришла с наполовину прорешенным Артасовым. Всё. Что я сейчас хочу делать? Я вам сейчас расскажу просто свой гениальный план подготовки, чем я буду заниматься в апреле и в мае. Итак, я ещё где-то с октября была подписана на очень крутую группу ВКонтакте. Вот она. Мне её посоветовала моя подруга, которая сейчас учится в МГУ и сдала историю на 96. Эта группа просто потрясающая. Я её почему-то раньше не ценила и не пользуюсь материалами, которые там размещаются. Там публикуются учебники, задания, это всё проверяется. И я оставлю вам на неё ссылку в описании. Это никакая не реклама, просто вот реально крутая группа. И я только сейчас на неё обратила внимание. Там публикуется какой-то учебник под редакцией сразу нескольких авторов. И я буду его читать. Но я буду читать его не полностью. Я его прочитаю за 19 и 20 век. Потому что у меня проблема огромная с 19 веком. С 20-м нет таких сильных проблем. Но я думаю, что он мне поможет упорядочить мои знания в голове, потому что зачастую у меня путаются даты и события из-за их огромного количества. А вот 19 век я просто не могу запомнить. Я учила и Квизлет. Я перечитывала скрипты и решала дополнительные тесты. Я не могу его запомнить так хорошо, как хотелось бы, чтобы, например, написать на ДВИ. То есть с этим у меня пока проблемы. Поэтому я буду перечитывать учебник, который там публикуется, прям скринами. И вычинять тут информацию. Там очень много дается историографии. Это полезно для написания Олимпиад и для ДВИ. Помимо этого, я буду читать учебник Орлова. Там 650 страниц на моей электронной книге. Я не знаю. Я видела ее в жизни. Одна огромная книга Орлова. Но ее советуют абсолютно все, кто готовится самостоятельно. Все читали эту книгу, потому что это реально самый годный источник для получения информации, если вы не занимаетесь на курсе. Там есть все, что нужно на ЕГЭ. И я думаю, что прочтение этой книги поможет мне запомнить информацию и уложить ее у себя в голове. Я ее буду читать на протяжении последних двух месяцев. Я понимаю, что у меня нет достаточного времени, чтобы я ее могла прочитать, ну, как обычно, за пять дней. Книги я читаю, художественную литературу. Нет. Это растянется надолго, но к ЕГЭ по истории ее уже мне нужно будет прочитать. Или, возможно, если я все-таки не успею, то я прочитаю обязательно 19-й век, 20-й век. И то, что не успею, я буду читать при подготовке к ДВИ. Поэтому Орловый я буду читать обязательно. Далее я хочу дорешать всего Ортасова. Не помню, я тоже сказала или нет. Прорешать все вот эти вот сборники до конца. И также с митапи нам будут даваться трени. Их тоже прорешивать. Хочу получше подготовиться к всемирке, получше выучить даты и перерешать, возможно, тесты, которые нам с митап дает по всемирке, потому что я планирую решать 21-е задание с ней. И также, конечно, хочется запомнить даты получше. Что я могу посоветовать из источников для подготовки, если вы готовитесь самостоятельно, ну, или хотите что-то посмотреть дополнительно. Во-первых, это, конечно, книга Орлова. Ее все советуют. Книга Сахарова. Ее я читать не планирую. Но моя подруга ее тоже читала. И, в принципе, мне советовала. Далее. Это YouTube-канал Алексея Гончарова. Я его смотрю весь год. В качестве лекции по истории пишу все, что он говорит. Очень крутые лекции. За ноль рублей. Это просто замечательный канал. Там еще есть всемирка. Там есть все, что надо. И его я вам советую просто с всей души. Я оставлю тоже ссылку на него в комментарии. Его смотрит мой одноклассник. И у нас уже куча мемов, связанных с этим Алексеем Гончаровым. Так что чувак офигенный. Также можно смотреть инфоурок. Но, если честно, лекции от инфоурока мне не так сильно нравятся, как от Алексея Гончарова. У него очень крутые презентации. И слушать, реально запоминая. Также я могу вам посоветовать Тарзамаса. Различные лекции по всемирке есть. Их вы тоже можете посмотреть. Возможно, я на некоторые оставлю ссылки в описании. И, в принципе, это, наверное, все, что я могу сказать. В истории главное не о заучивании информации, а ее постоянное повторение. То есть я никогда не сделала вот так вот со скриптами. Я учила квизлит, но потом я перестала это делать, потому что это мне не прям помогало. Также нужно постоянно прорешивать. Если вы видите, что у вас что-то не так, вы берете, выписываете. И потом смотрите в интернете по вопросам, которые у вас западают. И я так полностью пыталась разобраться в XIX веке в эпохе Александра III. Вообще, сейчас я вам покажу. Я по квизлиту выписывала вот все, что там было. Но, если честно, нифига не запомнила. Я запомнила то, что там было три кружка Благоева, Федосеева и еще Набе, но я опять не помню, Брусинева. Вот, три кружка, но они очень быстро закрывались и все. Я не знаю, мне плохо с XIX веке, он мне просто не откладывается в памяти. Моя любимая эпоха, а это первые Романовы. Точнее, не самая любимая эпоха, которую я почему-то лучше всего знаю, не знаю почему. На этом было все. Если вам это видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, я там тоже много всего опубликую полезного. И всем пока! Я надеюсь, все сегодня оценили, в каком я образе. Как бы я специально надела праздничную футболочку для того, чтобы рассказать вам о своем любимом предмете, истории. Субтитры сделал DimaTorzok